Привет всем! Сегодня я хочу поделиться с вами новостью, которую я ждала больше месяца. Об этом я сняла свой первый ролик, где рассказывала, что я собираюсь отправить свою салаеву на определение ДНК, на определение своей генетики, то есть родословной. И я с таким вожделением ждала ответа, результата, и наконец-то два дня назад я его получила, и с таким трепетом открывала этот имел, нажимала на кнопочку «Посмотреть ваш результат» и обнаружила, что в принципе то, что я и думала, оно так и есть, 92%. Значит, моя кровь состоит из генетики, пришедшей из Восточной Европы. Это вся Украина западная и восточная, это небольшая часть России, Средней России, Северной России, Белоруссия, Польша, Словения. И 6% моей генетики состоит из финской крови, вот о чём я даже и не подозревала. 1% моей генетики пришёл из Америки. На 1% я Native American. Hello! Зов моей генетики, зов моих генов позвал меня назад в Америку. Ну, это шутка. Я, конечно, позвонила сразу своей маме. Пока я с ней разговаривала, мама связалась со своей, значит, родственницей, которая является наиболее старшей в их семье, и ещё что-то помнит из рассказов её мам, пап, бабушек и дедушек, в общем, родственников. И такая картина сложилась. Значит, бабушка моей мамы, она, и даже моя мама помнит, когда она была маленькая, что родственники говорили, что она не совсем русская. И вот эта старшая родственница сказала, что она была наполовину русская, а наполовину она была из выходцев из севера. Наверное, это были финны. Вот, и потом я представила себе, что это известный факт. Задолго до открытия Америки Колумбом, люди из северной части материка, там, где находится сейчас Россия, и скандинавский полуостров, они по замёрзшей воде на оленях переправлялись на другой материк, то, что сейчас называется Америкой, они торговали с местными племенами, и, видимо, они не только торговали, но и случалась любовь, наверное, раз этот 1% сидит в моей ДНК. А сейчас я вам покажу экран своего компьютера, открою вам этот имейл, который я получила с компанией nsensory.com, где вы увидите и карту, которую они мне прислали, и процентное соотношение моей генетики. Я считаю, что это очень интересно. Ну, во всяком случае, теперь у меня не будет никаких вопросов, откуда, что, как и почему. Теперь я приблизительно знаю, как бы, всё о себе. Ну вот, смотрите, здесь написано Америка, 1%. Европа, 98%. Восточная Европа, 92%. Финлянд, Норс-Вест, Раша, 6%. И вот здесь карта, вот она, вот, где обозначена Украина, Белоруссия, Литва, Польша и Финляндия. Захватывает вот Швецию и вот весь север. Если я перехожу на Show All Regions, то здесь вся карта. Вот как раз Восточная Украина, Финляндия, и вот это американский континент, северный и южный. И вот написано Native American 1%. Также они мне здесь прислали список более 600 человек, которые могут являться моими родственниками в пятом, шестом, седьмом и в восьмом поколении. Но это я потом попозже буду сама смотреть. И если я найду кого-то здесь, может быть, в Америке или в России, и найду, как с ними связаться, я, наверное, с ними свяжусь, потому что мне, конечно, это очень интересно. Когда я только открыла e-mail, то, что я увидела сначала, это было Ethnicity Estimate, 92% Восточной Европы, 6% Финляндии и North-West Russia. И я увидела DNA Matches. Это говорит о том, что эти люди имеют такой же набор генетики, как и я. И вот здесь вот даже написано, что являются первой или в четвертом поколении моими cousins, то есть двоюродными, там, четверродными братьями, сестрами. И я могу их все увидеть, если я нажму вот на эту кнопочку. Вот я перешла на своих предполагаемых родственников. И сначала идет в четвертом поколении мой cousin, то есть это Анко, это, наверное, женщина, то есть в четвертом моя четвероюродная сестра. И вот ее имя Анко А.Н. Колдашовский. Выглядит, что это, конечно, польская фамилия Анна Колдашовская. Дальше идет distant cousin, то есть отдаленные родственники. Ну и, в общем, если я иду вниз дальше, 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 вот их очень огромное количество. Я так видела, что их больше 600. Вот так вот.